В среднем человек заходит в инстаграм более 150 раз в день. Так и было задумано изначально. Компании, которые занимаются разработкой подобных приложений, платят огромные деньги, чтобы выяснить, почему мы делаем то, что мы делаем. Почему мы с утра сразу же первым делом берем в руки телефон? На это есть определенные причины. Во-первых, есть четыре основных состояния мозговых волн. Бета-состояние – то, в котором мы сейчас находимся. Дельта – это состояние сна. Между ними есть тета и альфа-состояние. Эти два состояния являются наиболее важными в процессе обучения. Тета-состояние – это когда вы одновременно находитесь во сне и вне сна. Это состояние творчества. В этом состоянии вы наиболее креативны. Когда вы находитесь в подобном состоянии, когда вы сильно погружены в какой-то процесс работы, в это время ваш ум просто отключается, и вас посещают различные идеи. А вы знаете, что обычный душ может привести вас в это состояние? Уверен, вы не раз замечали, что во время приема душа вас посещают разные идеи. Ваш мозг как будто находится в состоянии потока. Над состоянием тета находится состояние альфа, прямо под бета-состоянием. В этом состоянии вы находитесь в сознании и не спите. Альфа – это состояние ускоренного обучения. В этом состоянии вы находитесь в расслабленном осознании. В этом состоянии вы находитесь во время медитации, потому что в это время ваше критическое мышление не участвует в работе, из-за чего вы просто бессознательно впитываете информацию. Знаете, что может перевести вас в альфа-состояние? Телевизор. Вы замечали, что если кто-то смотрит по телевизору игру или какой-то телешоу, и вы пытаетесь поговорить с этим человеком, то он в буквальном смысле находится в трансе. Он просто не слышит вас. Это можно называть по-разному – программирование, приведение в транс. Но все это – альфа-состояние. Именно в этом состоянии информация напрямую входит к вам в разум. Именно поэтому мы переводим людей в альфа-состояние, чтобы они быстрее учили языки, лучше усваивали какую-то информацию. Все это происходит намного быстрее в расслабленном состоянии осведомленности. И зная, что с самого утра вы находитесь в подобном состоянии максимальной восприимчивости, что в это время вы очень внушаемы, зная это, вы первым делом берете в руки ваш телефон. Это та вещь, которая перестраивает ваш мозг. Это та вещь, которая может существенно снизить ваш уровень продуктивности и производительности. Первая вещь с самого утра – и вы уже отвлекаетесь. Поставить лайк, опубликовать пост, написать комментарий и все подобное заставляют вас обращать внимание на ненужные вещи и перестраивают ваш мозг. Поэтому, например, при общении с кем-то нам так сложно сосредоточиться, потому что мы научили свой мозг поступать иначе. Поэтому, когда вы только проснулись, не трогайте свой телефон, потому что, во-первых, это приучает вас отвлекаться, а во-вторых, это заставляет ваш мозг отвечать на внешние раздражения. С самого утра вы находитесь в расслабленном состоянии внимания и восприятия. Например, если вы проснулись, сразу же взяли в руки телефон, получили какое-то сообщение с плохими новостями, то теперь у вас будет плохое настроение до самого окончания дня. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Это случалось с каждым. Все потому, что в это время вы максимально восприимчивы, вы впечатлительны, и все это очень сильно влияет на вас. Вы никогда не сможете жить счастливой жизнью, быть лучшей версией себя, быть гением и профессионалом в какой-то области, если вы будете отвечать и реагировать на все вокруг. Помимо утренних правил, лично у меня есть также и вечерняя часовая процедура, чтобы легко заснуть и максимально улучшить свой сон. Потому что сон является очень важной составляющей для продуктивной работы. Кроме основных вечерних занятий, я всегда выполняю одну важную вещь. Я не пользуюсь телефоном перед сном, потому что экран телефона излучает синий свет, который негативно влияет на выработку гормона мелатонина, отвечающего за качество нашего сна. Поэтому никакого телефона перед сном. Еще одно правило, которому я постоянно следую, это записывать три главные вещи, которые я собираюсь выполнить на следующий день. Три вещи в личном плане и три в профессиональном плане. Поэтому, когда я просыпаюсь на следующий день, у меня есть четкое видение моей жизни. И если я выполню три запланированные вещи из личного и профессионального плана, это уже будет победой. А если говорить про телефон, то я к нему не притронусь, пока хотя бы одна вещь не будет сделана. Это мой личный вызов. И каждый человек должен найти для себя то, что будет работать именно для него. Экспериментируйте. Попробуйте для начала всего одну неделю держать телефон за пределами вашей спальни и не трогать его в течение первого часа после пробуждения. Проведите первый час пробуждения, будучи термостатом, а не термометром. Ведь что делает термометр? Он реагирует на окружающую среду. Но термостат работает совсем по-другому. Он сам устанавливает необходимую температуру, после чего окружающая среда сама подстраивается под все это. Многочисленные исследования показывают, что самые счастливые люди это не те, кто наделяет свое счастье кем-то другим и пытается подстроиться под уже существующие условия, а те, кто сам может контролировать свое счастье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok